Матрель 8, 2, 4 И вот подошел прокаженный, и кланясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простершу руку, коснулся его и сказал, хочу очистись. И он тотчас очистился от проказа. Иисус говорит ему, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моше или Моисей во свидетельство им. Мудрецы Талмуда в своем большинстве старались отдаляться от прокаженных, насколько это вообще возможно. Медраж Вайкра Рабалина, Левит, 16, 7, говорит, Вот учение о прокаженном, это как сказано об Иове. Пусть восстанет до неба величие его, и голова его достанет облако. Как помет он сгинет навеки, и те, кто видел его, скажут, где он. Точно так же, как помет отвратителен, так и прокаженный отвратителен. Те, кто видел его, скажут, где он. Те, кто видел его, не узнает его, как написано об Иове, и поднял глаза свои издали, и они не узнали его. Раби Йоханан говорит, запрещено приближаться с подветренной стороны к прокаженному на расстояние ближе, чем 4 амы. 1 ама – это около полуметра, то есть запрещено приближаться с подветренной стороны на расстояние меньше 2 метров. Раби Шимон ужесточает и говорит, что даже до 100 амот, до 50 метров. То есть мы видим, есть различные мнения, но суть состоит в том, что, собственно, ничего нового в порядке очищения, мы читаем многое из книги Левит, запрещено приближаться к прокаженному даже на какое-то близкое расстояние. Раби Амми и Раби Ассай не заходили на улицу, мы читаем опять, на которой живет прокаженный. Раби Шимон бен Лахиш, когда встречал прокаженного в городе, гнал его и бросал в него камни, говоря, убирайся на свое место и не заражай другие создания. Таким образом, прокаженный оказывался полностью отвергнутым от всякой общинной жизни, и сама ситуация, при которой он может обратиться к раввинному учителю, да еще окруженному толпу, более чем неординарная. Вполне возможно предположить, что обратиться к Иисусу прокаженного потокнуло то, о чем говорит Матфей в конце предыдущей главы. Ведь он учил их как обладающие властью, а не как книжники и фарисеи. То есть, согласно принятой традиции, основанной на конкретном понимании буквальном Тора, мы говорили с вами, что есть еще медат хасидут, то есть, более расширенное понимание Торы, когда ты учишь не согласно букве, а согласно нравственным признакам. Так вот, согласно букве никто не мог, но согласно более расширенному можно было. И когда вдруг замечают евангелисты, что Иисус учит как власть имеющий, или как учащий слово, а не как книжники и фарисеи, то вполне возможно, понимая этот текст именно таким образом, прокаженный каким-то образом приближается. Очень трудно представить, как это было практически, потому что прокаженного было выздано издалека. Мы знаем, что прокаженный должен был кричать «Нечист! Нечистый!», если кто-нибудь к нему прикоснулся, он бы становился нечистым. Но, так или иначе, он каким-то образом подходит ему. Может быть, он скрыл следы проказа. Хотя, сегодня все утверждают, что это не было проказа в нашем понимании этого слова. ЦРА – это болезнь кожная, которая, как позднее читали наши учителя, она была вызвана духовной нечистотой. Но, вот, на тот момент, вот, как бы нам достаточно того, что он все-таки каким-то образом пробился. Я, может быть, скажу несколько слов о понимании проказа. В средние века среди еврейских мудрецов возник спор о природе этой болезни и, соответственно, об участии первосвященника в ее исцелении. Мы знаем, кстати говоря, из Торы, что священник должен был использовать обряд при очищении очищенного прокаженного. Когда брались две птицы, одна должна была умереть, другую макали в кровь и должны были помазать руку и ногу этого очищенного. Кстати, абсолютно тот же самый процесс ритуально делался и над первосвященником, что говорило о нелицеприятии Бога и, как бы, указывало на то, что что первосвященник, что прокаженный у меня, у Господа Бога, проходит по одной категории. И так прогнозилось четыре различных вида жертв. И, несмотря на такое детальное описание, как очищать проказы, Моисей никогда не мог этого использовать, потому что в его случае не было зарегистрировано ни одного случая проказа или исцеления, когда, ну, Мирьям другая категория, когда был дан уже закон и после дарования закона, подчеркиваю, после дарования закона кто-нибудь бы исцелялся от проказа из евреев. Поэтому евреи считали это абсолютно мессианским чудом, и когда об исцелении прокаженного мы здесь читаем, а они используют слова, которые говорят о том, что он был, вот слово, которое там есть, что он был настолько покрыт проказа, что жить ему оставалось уже совершенно недолго. То, естественно, это был вопрос, который очень серьезно обсуждался в иудаизме, в еврестве, вообще все ритуальная чистота. Вернувшись к тому, как обсуждали уже средневековые ученые, я хочу, может быть, несколько цитат. Ральбаг считал, что проказа – это обычная болезнь, которая и требует лечения подобной обычной болезни, и врач должен лечить ее лекарством. По мнению, и функция осветилась тому священника, к тому, чтобы только засвидетельствовать об ее исцелении. Другой еврейский ученый Абарбанель считал, что проказа – это не болезнь, а особенное сверхъестественное поражение человека, которое наказывается свыше за конкретный грех злоречивости. И, соответственно, для исцеления необходимо было покаяние и жертву. Большинство еврейских мудрецов разделяли эту позицию Абарбанеля, а раби Шмуэль Яфы разделял проказу, распространенную среди язычников, и проказу, которая поражает народ Израиля. По его мнению, первая имеет природный характер и, соответственно, должна лечиться медикаментозно. Вторая же есть наказание Всевышнего, и исцеление от нее происходит через покаяние и приближение к Всевышнему. Очень показательный элемент. Естественно, раввины в Средние века они читали новозаветные тексты. Поэтому, когда ссылка есть на сирийца Неймана или верного Нейман, это верный, как довод в исцелении проказы, они говорят, ничего удивительного нету, потому что проказа среди язычников есть результат просто обыкновенной болезни, ее надо лечить медикаментозно, и, естественно, никакого чуда Иисус не делал. В то время, как проказа среди евреев есть вещь духовная, и никто, кроме настоящего Мессии, ничего не может сделать. Для мудрецов же эпохи Второго Храма, да и вообще для обычного читателя той эпохи, проказа была безусловно сверхъестественной болезнью, которая требует сверхъестественного чудесного исцеления. Проказа, согласно мнению мудрецов Талмуда, поражает человека в наказании за злое за иче. Сначала поражает дом, потом одежду, а потом, затем и самого прокаженного. Далее мы видим чудо. Хочу, говорит Иисус, будь очищен, и проказа удалена с Него. Не просто исцеление, очищение. То есть, по сути своей, происходит, ведь тот же, который пришел, он знал, по крайней мере, это было распространенное мнение, что проказа вдается в наказание за грехи. И когда он приходит, говорит, если можешь, очисти меня, имея в виду, если можешь, прости мне мои грехи. И Иисус, как бы завуалированно, прощает человеку грехи, то есть, отмену Божьего наказания за грех. И Иисус ему говорит, смотри, не рассказывай никому. Человек должен быть достаточен в своей вере, без того, чтобы искать подкрепление своей веры у кого-то. И один небольшой рассказ. В еврейских, раввинистических рассказах широко присутствует бродячий сюжет, подтверждающий вот такое восприятие слов Ешуа, чтобы никто не позавидовал и никто не хотел бы последовать твоему примеру. А, известно, что если ты придешь и произнесешь определенные слова, то ты будешь исцелен. И вот этот достаточно красивый с моей точки зрения рассказ. Одна женщина спрашивает у праведника-чудотворца, как ваша матушка удостоилась такого сына? Праведник ответил, она подарила праведнику своего поколения роскошную одежду. Тогда женщина сказала, я тут же отправлюсь и куплю тебе много дорогих одежд. Это не поможет, ответил праведник, ведь моя матушка, в отличие от тебя, не знала этого рассказа. Легко повторить чье-то, но когда это повторение, это уже не ожидание чуда, которое без сомнения было с этим человеком. Он, зная или думая, что проказа, проказа или проказа, или кожное заболевание дается в наказание за грехи, естественно, не мог к нему прийти, не думая о покаянии. И когда он слышит слова Иисуса, что прощаются тебе грехи твои фактически, это то, что значит, иди очистись, он принимает это все на веру. Когда мы знаем, как работают эти парадигмы, то это уже не совсем вера. И пойди покажи священнику, в свидетельство им принеси дар, какой предписал Моисей. Свидетельство очищения было необходимо для принесения жертвы. То есть, если ты не был очищен, ты не можешь принять, принести жертву. Не принеся жертву, с тебя не снимается обвинение в проказе. То есть, ты можешь быть чистым, уже очищенным, но до того, как первосвященник или священники освидетельствуют, ты не можешь быть в привилегии принести жертву. Большинство первосвященников в то время принадлежало к течению саддукеев. Мы говорили с вами, что все, что там были среди них и саддукеи, и фарисеи. Так вот, согласно первосвященнической саддукейской традиции, прокаженный человек вообще приравнивался к мертвецу. Не было никакого отличия. О таком подходе рассказывает Талмуд. Четверо считаются мертвыми. Слепой, прокаженный, растративший свое имущество и потерявший своих детей. Еще раз. Слепой, прокаженный, растративший свое имущество и потерявший своих детей. Потом, когда Иисус исцеляет слепорожденного и задается вопрос, кто согрешил, он или его родители, он считается как мертвый. Это было одно из мессианских чудес, потому что никто никогда не открывал глаза слепорожденному. Как и прокаженный, такой человек считался мертвым. Потому что он, считалось, несет на себе некие грехи, буквально генетически в нем укорененные. Известно также, что саддукеи отрицали воскресение мертвых. Если взять рассмотрение обытия для саддукеев, то можно предположить, что это Матфея и его читатели. Свидетельство первосвященникам, это прежде всего свидетельство возможности воскресения из мертвых. Если мы разделим, скажем, все верования того времени на две большие категории, то к ним можно отнести верования саддукеев или цедуким, которые теоретически должны происходить от садока или цадок, или праведник, но евреи это была ассоциация садок или цдока. Цдока это была трещина, и они пошучивали, они говорили там, что цдуким, цдуким, это те, которые трещину в народе Израиля. Фарисеи пользовались более лестной, но схожей репутацией. Они были прушим, или фарисеи и толкователи, оно лефагес обозначало также разделять. То есть и тех, и других в какой-то степени объединяло отношения совсем простого народа, как разделители. Вот разделители, они, конечно, использовали этот термин, в свою очередь, показывая, что они разделяли Писание, пытаясь его толковать. Но если, например, надо было подчеркнуть основные отличия, которые были между саддукеями и фарисеями, то саддукеи верили в то, что Божье Слово Бога вдохновенно и только написанное, а фарисеи верили, что не только написанное, но еще и устное. Но в дополнение к этому, фарисеи верили в ангелов, а саддукеи нет. И фарисеи еще веровали в воскресение из мертвых, а саддукеи нет. Поэтому здесь, когда большинство священников из саддукеев, иди и покажи им, во-первых, цель, иначе ты не можешь быть очищенным, а во-вторых, иди, покажи им, что в принципе, это как был достаточно изящный намек, что возможно воскресение из мертвых. То есть ты был мертвым, а теперь жив. И мне кажется, это достаточно интересно. ТВ-семинарии – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.ком Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Молитва – это не есть список прошения Господу Богу. Согласно еврейскому представлению, молитва – это некий процесс, который готовит твою душу к тому, чтобы ты мог принимать любого ответа от Господа Бога. То есть молитва, в молитве важен не результат молитвы. Говорят, что молитесь и получите. И ошибочно считается в христианской традиции, что результатом молитвы есть ответ Господа на запрашиваемое моральное, душевное или физическое благо. Это совсем не так и в резкой традиции. В христианской традиции молитва есть процесс, стоимость или ценность которого в самом процессе. То есть в процессе молитвы человек смиряется, полагается на Господа Бога. В этом случае любой ответ да или нет не имеет значения. А важно, что душа приходит в состояние, когда это будет воля твоя, а не моя. Теперь Иисус не то чтобы отказывает кому-то в исцелении. Я хочу, чтобы мы поняли еще какую вещь. Иисус никогда не исцеляет с условием. Типа я вас исцелю, а вы за это уверуете в меня. Это никогда не было целью Иисуса. Классическим примером является то, чем мы будем говорить потом, исцеление десяти прокаженных, когда к нему возвращается лишь один из десяти, все девять не вернулись. Причем если мы предположим, что Иисус не просто человек, но еще и Бог, что так оно и есть, то естественно он знал, что девять никогда не вернутся к нему, и он мог бы обусловить их исцеление. Вот я вас исцелю, но вы послушаете благую вещь, он ничего подобного не делает. Иисус не мог не исцелять. Это была его функция, как любящего человека. Наше отношение к людям, я позволю себе немножко отпроповедовать сейчас, наше отношение к людям не должно диктоваться, будут ли они слушать благую вещь или нет. Это вообще не вопрос. Мы исцеляем людей, мы помогаем людям, мы творим добро, потому что мы не можем не творить добро. Если он при этом уверует, будет замечательно. Если нет, мы не перестанем творить добро, не обуславливая приход исцеления, в данном случае Иисусом, приходом людей ко спасению. Люди приходили к нему врачеваться от болезней своих, и Иисус исцелял их. Предположить, что каждый, кто к нему приходил, уверовал в него, это неправда. Ничего Библия по этому поводу не говорит. Иисусу необходимо было в этом состоянии, как человеку молиться. Бог не нуждается в молитве. Я имею в виду, Богу не надо молиться. Люди молятся Богу, но Бог сам не должен молиться. То есть Иисус, есть некое таинство, которое представляет собой даже не компиляцию, а сосуществование Бога и человека. В двух личностях, в одной личности, это вопрос таинственный, но вот есть Бог, есть человек. Бог Иисус не молится, Он сам есть дух. А человек Иисус молится. И он постоянно молится, потому что он пребывает среди людей, он видит их неверение, он страдает, он боится, он переживает. Человек. И он нуждается в постоянном поддерживании своей души на максимально высоком уровне. Поэтому он исцеляет людей, он врачует людей, он кормит людей, он помогает людям, он видит их грех, и он постоянно удаляется в пустынное место, и он молится, когда к нему стекается огромное количество людей. Это, я считаю, хороший пример для нас, тем более, когда мы работаем, служим людям. И вот постоянное удаление на молитву, оно готовит нашу душу не просто для правильной жизни, а для служения другим людям. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok